В студии Елена Крылова. Здравствуйте, это Вести Хакасия. Коротко о главном к этому часу. В Хакасии на 29 миллионеров стало больше. Сегодня раздали гранты начинающим фермерам. Прикормили опасного зверя. На эргаках на группу туристов напал медведь. Есть раненые. Когда тянет к прекрасному, а тратить много не хочется. Житель Хакасии украсил дом мозаикой из бутылочных пробок. Сегодня глава республики Виктор Зимин побывал с рабочей поездкой в Устябаканском районе. В частности, он посетил строящийся детский сад в поселке Устябакан. Новоселье здесь ожидается в конце года. С подробностями Виктор Лушников. Стоимость физкультурно-спортивного комплекса в Устябакане превышает 110 миллионов рублей. В двухэтажном здании будет три спортзала. Возведение первой очереди завершится на будущий год. В дальнейшем к нему еще пристроят бассейн. Виктора Зимина познакомили с ходом работ. Готов проект. С той площадки подвели все коммуникации. Стройка стояла из-за отсутствия средств. Губернатор сообщил, что достигнуто соглашение с компанией «Русский уголь». Те зарегистрируют свой торговый дом в Устябакане и все налоги пойдут в местный бюджет. В этом году поступят 30 миллионов рублей. Их направят на строительство спорткомплекса. Развитие поселка осуществляется в сторону Черногорска. Абакана-Черногорская агломерация охватывает строительство большого жилого массива до 15 тысяч человек. И вот это как раз будет охвачено этим спорткомплексом. Губернатор побывал и на второй крупной социальной стройке поселка. Это детский сад на 260 мест. Хакасе удалось войти в федеральную программу развития дошкольного образования. Из Москвы поступили около 80 миллионов рублей. Дело за строителями. Пока они приступили к кладке стен одного из корпусов. На втором еще доделывают фундамент. На завершение детсада им остается меньше пяти месяцев. В этом году шанс ввести объект и получить все деньги. Давайте ими воспользуемся. Открытие этого детского сада полностью ликвидирует очередь в Усть-Абакане для трехлетних малышей. Места получат и большинство полуторагодовалых детей. Такое событие важно для нашего поселка. Потому что все равно есть дети, которые не ходят в детский сад, а уже время подходит. Здесь же состоялась встреча губернатора с жителями поселка. Они отметили позитивные сдвиги в развитии района и обозначили несколько проблем. Людей волнует состояние жилья, уровень тарифов и недостаточное развитие сети медицинских учреждений. Говорили о жилье, о строительстве для молодежи, для молодых семей. О больнице говорили, чтобы нам построили женскую консультацию новую. В решении большинства вопросов губернатор обещал свое содействие. Но на это потребуется время. Виктор Лошников, Антон Михайлов. Вести Хакасия. Сегодня утром около 30 фермеров Хакасии стали миллионерами. В правительстве республики раздали гранты начинающим сельхозтоваропроизводителям. Финансовую поддержку получили 29 молодых хозяйств и 7 семейных ферм. В общей сложности сумма господдержки составила более 70 миллионов рублей. Средний размер гранта от 860 тысяч рублей до полутора миллионов. На развитие семейных ферм выделили до 5 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение скота, техники и строительства. В частности, в Усть-Абаканском районе будут возводить современный убойный цех. На сегодняшний день их в республике не хватает. Помимо молочного и мясного скотоводства, в рамках программы в 2013 году впервые предусмотрена поддержка коневодства. Победитель гранта Василина Шкунова фермерством занимается вместе с мужем. Это для них работа на земле, продолжение семейных традиций. У нас дедушка, он очень давно ведет личное подсобное хозяйство. Всегда ему помогали, а здесь уже причина возраста. Совсем переехали в деревню. Он нам объяснил, что Хакасия предназначена для овцеводства и коневодства. Вот мы и занялись. Мне овцеводство, как женщине, более привлекательно. Муж – коневодство. За последние 4 года количество фермеров в Хакасии увеличилось в разы. В 2009-м их было всего 300, сегодня – 1300. Параллельно с развитием фермерств в республике занимаются формированием рынка сбыта местной сельхозпродукции. В Абакане близится к завершению строительства сельхозрынка. По словам главы региона, в течение трех лет торговые площадки, где можно будет приобрести свежую продукцию от производителя, появятся во всех городах и районных центрах Хакасии. В Красноярском крае продолжают восстанавливать железнодорожные пути после аварии. Напомним, она произошла накануне на станции Кашурниково. С рельсов сошли 5 вагонов грузового состава. С места событий Наталья Гармашова. Накануне утром от станции Кашурниково должен был отправиться грузовой состав. Он был сформирован на западно-сибирской железной дороге, двигался на Дальний Восток. Но в районе Кашурниково произошло крушение. Из 66 вагонов 5 сошло с рельсов. Это при том, что поезд двигался с минимальной скоростью всего 5, максимум 10 км в час. Могла ли такая незначительная для поезда скорость стать причиной крушения, сейчас выясняют полицейские, сотрудники Следственного комитета, ревизоры железной дороги. Вагоны сошли с рельсов на повороте, хотя далеко не крутом. Мы видим повреждения на пути. То есть это повреждены непосредственно сами железнодорожные пути. Имеются повреждения на шпалах, в колее пути, вагоны в перевернутом состоянии. Это говорит о том, что были допущены нарушения. А вот уже какой службе допущены нарушения, либо службой пути, либо службой вагонного хозяйства. Это мы и будем устанавливать. Также предстоит установить величину ущерба, нанесенного собственнику груза. В вагонах находились металлические детали, точнее огромные пластины весом более 20 тонн каждая. Лежали они на дне вагонов, поэтому во время крушения не выпали наружу. Если величина ущерба, нанесенного собственнику груза, составит более миллиона рублей, его будет возмещать Красноярская железная дорога. Чтобы поднять рухнувшую часть состава, отсортировать вывороченные вагонные тележки, вывезти груз потребовалось больше суток. В работах была задействована спецтехника, она пребывала своим ходом и по ЖД-полотну. Также ликвидировали аварию более 70 железнодорожников. Убрать последний из пяти упавших вагонов удалось поздно вечером. Следующим этапом стал ремонт полотна. По предварительным данным, пострадал небольшой участок, около 10 метров. Кроме разрушения верхнего строения пути, на том пути, с которого сошли вагоны, также на станции других разрушений нет. И самое важное для нас, что движение по станции не нарушено. То есть все движение осуществляется по Красноярской железной дороге. В том графике, и пассажирские, и поезда грузовые идут в графике. Как стало известно, сегодня утром разрушенный участок пути, на которых находился сошедший с рельсов поезд, уже почти полностью восстановлен. Завершить работу планируется к 18 часам 7 августа. Эта ситуация, она, собственно говоря, из ряда водноходящая. На Красноярской железной дороге такого схода не было, наверное, в последние несколько лет. Наталья Гармашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. В Хакасии спасатели разыскивают троих пропавших человек. Поиски с вертолета ведутся в Таштыбской тайге. Там с базы отдыха 1 августа ушел в лес и не вернулся 30-летний мужчина. Еще двоих человек спасатели ищут на водоемах. В селе Большой Сютик, это Орджоникидзовский район, в пруду предположительно утонул мужчина. Также спасатели сегодня выехали на поиски предположительно утонувшего жителя Хакасии на реке Абакан. Добавим, что с начала купального сезона на водоемах республики утонули 13 человек. Шестеро из них были пьяны. В Черногорске за употребление наркотиков уволен сотрудник Хакасгаза. Он работал на самом опасном участке предприятия, непосредственно наполнял взрывоопасным газом баллоны. Факт потребления наркотиков скрылся при обследовании сотрудников. Тест показал, что мужчина принимал наркотики опийной и каннабисной групп. Также работы лишился его друг. Он отказался от тестирования. Тушить лесные пожары в Якутию сегодня отправили 100 пожарных из Хакасии. Накануне такой же десант прибыл в республику Саха из Москвы. На данный момент в Якутии действует 15 лесных пожаров на территории более 220 тысяч гектаров. В ближайшее время в регионе сохранится сухая погода и улучшение ситуации пока не предвидится. Поэтому Рослесхоз России оказал региону такую помощь. 36 дачных обществ получили гранты правительства Хакасии. Между ними разделили 25 миллионов рублей. Не поровну, а в зависимости от величины общества. От 200 тысяч до 3 миллионов рублей. И тех, кто не попал в их число, остается только сожалеть. А повезло далеко не всем. А тех, кому не посчастливилось выиграть правительственный подарок. Алексей Гончаренко. Уж как не повезло членам садоводческого товарищества «Южное» отстроить такие дачные домики и теперь иметь туманные перспективы на будущее из-за серьезных перебоев с водоснабжением. Не отдыхать сюда приезжают и даже не трудиться в свое удовольствие, а спасать участки от засухи. Воды нет уже две недели. Страдаем, возим, поливаем, спасаем свою дачу, свой труд. Все лето мучаемся. Личный автомобиль здесь у каждого как водовозка. Канистрами и бутылками с водой заполняется почти все свободное пространство и в багажнике, и в салоне. 400 литров в одной машине кажется невероятный объем для рядовой легковушки. Вот, пожалуйста, вот в машине вот еще не выставил. Пожалуйста, он на крыльце. Вот стоит, смотрите. Многое цветет и зеленеет благодаря таким манипуляциям с доставкой воды. Но в этот день повезло. На дачных участках в централизованной системе, кажется, появилась вода. В прошлом году общество Южное прославилось на всю республику, когда тогдашний председатель средства гранта свыше полутора миллионов рублей потратил на собственные нужды. Проще говоря, прокутил. До меня председатель расхитил все, что можно было расхитить. Не только деньги, но и материальные средства. Понимаете? Нам выйти из этого положения очень сложно было. Из положения не вышли до сих пор. Потому и рассчитывал новый председатель на распределение грантов в этом году. Я дополнительно обращался с письмом, в котором просил допустить нас хотя бы до конкурса. Пусть конкурсная комиссия решит, выделять нам деньги или нет. Мы очень нуждаемся в средствах. В Минсельхозе однозначно ответили нет. Не положено по условиям конкурса. Все грантополучатели должны в установленный срок отчитаться по ранее полученным грантам. То есть средствам денежным. Что данным обществом не было сделано саду. Ну а в тех дачных обществах, которым в распределении грантов повезло, строят планы на будущее с учетом бюджетных средств. В обществе Ивушка за последние два года на средства грантов электрифицировали почти все садоводческое товарищество. Установили почти 200 бетонных опор линии электропередач. У нас осталось три улицы, на которых еще нет опор. Но вот сейчас, получив вот этот миллион еще, и плюс еще наши собственные средства, 350 тысяч, мы доставим опоры. Будет электроэнергия, отпадет вопрос водоснабжения. Глубинный насос или станция почти в каждом доме. Потому что до воды здесь недалеко. Согласно статистике, 90% от общего объема плодово-ягодных культур выращивают дачники. Овощей они производят 80%. Огромный сектор экономики. По сути, продовольственная безопасность, которую садоводы обеспечивают собственным трудом и членскими взносами. И вот в последние годы благодаря бюджетной поддержке. В природном парке Ергаки медведь напал на отдыхающих там туристов. Один человек пострадал. Зверь, судя по всему, вышел из тайги к палаткам, отдыхавших в поисках пищи. Но не потому что был голоден, а потому что прикормлен в здешних местах. Причем прикормлен неумышленно. Современные туристы не уничтожают, а оставляют остатки пищи. Зверь, естественно, идет к таким местам. Медведь прикормленный. Прикормленный именно на эту еду уже, на человеческую, на туристическую. Потому что другого варианта я не вижу. Еды в тайге много. Вот идешь по этим, по альпийским лугам, по луговинам там. Медвежьи пучки. Ну, ешь не хочу. Шишка сейчас в молочной спелости. Пожалуйста, забирайся, кушай. Но его уже это не устраивает. Аркадий Шамин отдыхал в тайге с семьей. В составе группы, кроме него, было три женщины и внук. Тем не менее, таким коллективам удалось отбиться от непрошеного гостя. Его визит был полной неожиданностью. Зверь буквально накинулся на одну из двух палаток. Невестка услышала, значит, что такой крик, переходящий в вой. Или, ну, не знаю, вот такое. Выскочила. Медведь, значит, прыгнул на палатку. Вот где жена моя с однокурсницей спали. Ну, и однокурсница откатилась в сторону. А жене досталось, что называется. Палатку он в клочья порвал. Два коврика, вот, значит, порвал руку правую сильно. Глубокая рана на спине. Невестка-то не растерялась. Она схватила, значит, там дрын такой, который, как оказывается, с вечера она положила его. Самая запасливая. Она никогда не ходила-то в лес никуда. А вот так вот приготовилась. И давай, значит, на него орать. Я выскочил. Вот, и мы вдвоем давай его атаковывать. Ну, кричать и делать такие агрессивные выпады. Вот, и для него это неожиданностью было. И он ушел. Пострадавшему пришлось госпитализировать. Спасатели к месту происшествия подоспели быстро. На носилках женщину до основного лагеря транспортировали по таежной местности 4,5 часа. Удалось оказать необходимую помощь. По информации сотрудников МЧС, медведь к стоянкам туристов, кроме вышеописанного случая, выходил еще четырежды. То есть сейчас, считает Аркадий Шамин, кстати, опытный турист и профессионал в этом деле, поход в Ергаке может быть небезопасен до тех пор, пока зверь не ликвидирован. Пенсионер из села Троицкое Багратского района открыл для себя новое ремесло. Из обычных пластиковых пробок 83-летний мужчина делает огромные панно, которыми он крашает стены дома. Наши корреспонденты оценили творчество. Вроде бы это труд, сидеть, колотеть, а это удовольствие, потому что ты воображаешь себя цветы какие-то делать, конструируешь. А это, оказывается, даже и полезно может быть для здоровья. Василий Одежкин вспоминает, несколько лет назад увидел по телевизору мужчину, который мастерил из пробок от пластиковых бутылок оригинальной картины. Тогда и возникла идея самому попробовать сделать что-то подобное. Собрал первую партию цветного отделочного материала и взялся за работу. Там сиденья на улице, козырек. А там думаю, калитку, дверь. Калитка просто так сделала. Думаю, цветок какой-то надо сделать, чтобы получилось. И вот давай соображаться в мыслях, куда это везти. За годы творчества из ненужных крышечек, от пластиковых бутылок Василий Одежкин создал массу шедевров искусства. Самый масштабный результат труда – обшитые стены дома. Останавливаться на достигнутом мастер не намерен. В планах преобразить все постройки своей усадьбы. Для семейного бюджета это вовсе не накладно. Покупать кроме гвоздей ничего не нужно. Яркие крышечки Василий Одежкин находит на улице, даже на свалке. Существенно помогают и родственники. Как к ним в гости приедут, так кулёк, пробок, пакет. Даже с Минусинской родственниками оттуда тоже. К ним приедут, тоже приготовят. Приносят пробки и соседи, заодно и любуются всей красотой. Но перенимать опыт пока не спешат. А вот мастерам из других регионов страны не исключено, что задумки Василия Одежкина из хакасского села Троицкое пригодятся в творчестве. Недавно о ремесле Василия Васильевича узнала вся страна. Он стал героем программы «Сам себе режиссёр». На видеокамеру дедушку снял его внук. А у меня как раз пробки готовы были. Я встал на завалинке, давай забивать эти пробки. Забивал, ну и повернулся, говорю, а вам слабо. Вот, он отправил. Правда, долго не было. А то в мае показали. В свои 83 года пенсионеры не думают об отдыхе. Сооружает теплицы для выращивания овощей. Недавно купил себе машину. Уже утеплил гараж. Сейчас нужно и его украсить пробками. Каждый день на ум приходят новые творческие идеи, которые обязательно нужно воплотить в жизнь. Ольга Сельмаха, Наталья Гармашова, Наталья Табакова, Евгений Чаптыков. Вести Хакаси. И на этом наш выпуск завершён. Увидимся вечером. Продолжение следует...